Данил, спасибо. Божимые друзья, добрый день. Слышно? Да, нормально. Ну, кстати, вот вы почему-то себя не представили. Данил, скромный наш модератор, он с очень такой европейской фамилией. И ни много ни мало, он скромный у нас человек, но мало, наверное, кто знает из присутствующих, что многие годы Данил был личным переводчиком нашего президента. И, кстати, Данил, вы заговорили про образование, а моя жизнь могла бы сложиться по-другому. Я мог бы быть врачом и зубы там делать в Германии. Но судьба, так сказать, поступила иначе. И я, наверное, здесь, кстати, на нашей панели единственный представитель города, который принимает наш форум. Если постараться дать оценку происходящему, то ваш покорный слуга – это, наверное, яркий представитель того, как Европа относится к России. Моя дорогая подруга Карин, представитель того человека, к которому Европа отнеслась так, как не хочется проводить аналогии. И, вы знаете, тут в Кремле вручали награды, и одной женщине вручили, она выступала со словом, и она сказала следующее, что есть две великие науки – это география и история. История – это наука о времени, а география – наука о земле, о месте. Мне иногда хочется, так сказать, европейским товарищам как-то взять, чтобы они почитали немножко историю. Если они думают, что они там что-то новое придумают, ничего они не придумают. И еще могу вспомнить одну фразу, такую, одну притчу, что в свое время древний правитель очень много путешествовал. И путешествовал он с огромным количеством книг. И в какой-то момент ему это все немножко поднадоело. Он вызвал своих мудрецов и сказал им следующее. Давайте не будем возить эти книги, просто их все прочитайте и расскажите мне, о чем они. Мудрецы ушли, на какое-то время вернулись. И сказали, что, в принципе, можно ничего не читать. Вот одна, так сказать, мысль. В чем она заключается? Что почти все приходят в этот мир, чтобы уйти. И лишь единицы приходят, чтобы оставить след. Так вот, предыдущие выступающие, я думаю, коллеги следующие за мной по выступлению, они... У нас есть объединенная сигнальная система ценностей, которой уже нету в той Европе, которую мы помним. При том, что мы помним, что у нас был действительно золотой век отношений. Он был как и в современной России, так и в советское время даже. Но уже не говоря про царские времена. Я просто не понимаю, зачем эти люди это делают. Я не вижу ни одной рациональной причины. Зачем взорвали Нордстрим? Это сделали американцы. Зачем они это сделали? Потому что они, им жалко, и они видят, как хорошо Европа дружила с Россией. Какие были... Слушайте, мы были одной семьей, да? Там Екатерина Вторая, она была немка. Она была, как говорили, она была больше россиянкой, чем многие в то время. В современное время, в современное время, на такие имена, как Коль, Шрёдер. Что происходит? Я закончил 22-ю линию Васильевского острова. Если кто не знает, там находится юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. Если мы говорим про всё то, что говорит этот Европейский Союз, который действительно... Ну, по которому нужно там уже, так сказать, вот название нашей эссии, оно говорит об этом. В латыни есть такое выражение «пактус сонсерванта». Договоры должны исполняться. Если мы говорим про какие-то соглашения, ни одно из соглашений, которое было политически принято уважаемыми товарищами, которое привело к тем последствиям, которые мы сейчас имеем, так о чём мы говорим? Право собственности, право распоряжаться, владеть и пользоваться. У меня дом в Биорице, я не могу туда приехать, но я должен платить налоги и так далее, и так далее, и так далее. Более того, мне не дают заплатить и налоги. Ну что, идиоты, что ли? Я 15 лет отдал одной крупной нефтехимической компании. Мы прекрасно общались, взаимодействовали. Все заводы последние, которые построены в нашей стране, построены с участием крупных немецких и иных европейских компаний. И что они сейчас имеют, европейские эти компании? Во что превратилась Германия, Данил? Её нету. Её просто нету. Человек, который служил в своей стране столько лет, посмотрите, где она находится и что она говорит о своей стране. Вдумайтесь об этом. Для меня было большим удивлением, когда Минские соглашения должны были быть подписаны, приехал этот человек на велосипеде и сказал, не надо ничего подписывать. Мы будем дальше вас гасить деньгами, чтобы вас всех убили. Какие у нас могут восприятия быть? Вы знаете, у нас в России год семьи, в этот, в 2024-е. Вот у нас, вот семья наша новая, международная. У нас есть БРИКС, у нас прекрасные отношения. НАТО не понимает одного простой вещи. Количество народу, да, может быть, это будет не быстро, но у нас идёт этот процесс. И влияние в мире, мир меняется. Не будет этого однополярного американского мира, который будет рассказывать, что он делает, кому. Все примеры того, которые были во всех арабских странах, что они сделали? Народ доволен там? Они получили эту американскую демократию? Где она? Трупы, нищета и развал экономики. Вот и всё. И работает американская ВПК. Вот и всё. Они подсаживают на международных организациях. Правильно сказали. Мы через Россотрудничество, я являюсь членом общественного совета, мы всё это видим. Когда в Армении произошёл в Нагорном Карабахе конфликт, американский посол ехал, печенюшки раздавал там. Не нужно забывать, что эти люди, они тоже уйдут, которые возглавляют, у которых там что-то с головой не произошло, произошло не в ту сторону. Но не нужно забывать о ту историю, которая нас объединяет. Этой истории века. А всё, что... И это всё пройдёт, как говорили великие люди, да? И Америка, и её понятно, что она хочет. Она не хочет, чтобы была сильная Россия. В субботу мы открывали первую сельхозгимназию в нашей стране. Имени Петра Аркадьевича Столыпина. Это был великий человек. Что он говорил? Им нужны великие потрясения, а нам нужна великая Россия. Вот, собственно, и всё. Субтитры создавал DimaTorzok